Версальская штукатурка Версальская штукатурка В этом, именно здесь, на этой комнате На этом объекте Захотелось мне, чтобы она Называлась Версальская Что для этого мы взяли Мы взяли модельную массу Экокристалл Акриловую шпаклевочку Взяли универсальные красители Отколеровали В два цвета Получается Лиловый И вот такая чайная роза Что здесь мы видим Что получается, когда мы доносим на стенку То получается, они смешиваются И градиент получается такой Градиент, кому больше нравится Потом мы тоже таким же голиафщиком Может быть чуть там меньше голиаф Будем делать вот такого плана Крупный такой Марракешек Я часто спрашиваю по поводу названий Но опять, ребята, это произвольное название Не знаю, что вот такая штукатурка Она будет только так может быть Версаль Не весь Париж в шоколаде Это ее можно назвать Как ваша душа просит Значит, что здесь нужно сделать Значит, вот мы первый раз стой положили И дать ему высохнуть То есть, если мы начнем вот ложить еще раз На не высохший Он начинает подрывать Это нам не нужно Поэтому наберитесь терпения Так, продолжим разговор наш О Версальской штукатурке Значит, мы первый слой вы видели Наши, так сказать, телодвижения Наши Наши технологии И теперь мы Стеночка подсохла Мы дали, так сказать Перерывчик И теперь взяли наш патель Два цвета И что мы делаем Сначала работаем Одним Такие делаем Вроде как Продольные движения И потом Сюда же Берем немножко И вот по этому же сырому Нападываем еще Роман Спрашивали Как у тебя получается Вот так, Роман Получается, что Беру Вот Видишь, даже на Шпателе уже Двадцать лет Уже отсюда, видишь Взял Сейчас попробуем Поближе Подставить Чтобы Имели представление Ну вот Вот так я поставлю Будет Рассматривать Во всей, так сказать Красиво Еще раз Я попробую Значит вот Идет первое движение Вот такое Лилового нету Вот То есть положили Остаток на шпатль Потом взяли Лиловый уже И Поверху Касатель Движения Теперь что у нас Остается Вот она такая Получилась Колюченькая На ощупь Мы берем Вот штаб Шпатель Такой топорненький Он новый И Проходим По Машу По маракешику Для того Чтобы сделать Его Таким На ощупь Гладким Ну не гладким В случае Не колючим Он был Но еще Более приятным Нам поможет В этом Такой шпатлет То есть мы не будем Здесь зашкуривать Не будем применять наждачку А это Таскать новый шпатль И сделаем Обобщим И мы подошли к кульминационному моменту Именно нанесение Перламутровой лазури Версальской Лазурьки На версальскую штукатурку То есть здесь мы взяли Такая у нас была Ну есть там фирма Иркомпускает Фарма Нулекраска Хамелеон Декоративная С таким Розовато Отливом И мы взяли Прилынку Нашу знакомую И Атурскую Волшебную гель То есть Наш клей Обойный Клизелиновый И клей Павлодинка Одному И уже начали тут Уже видите Мы начали носить Вот То есть я его Почистил От заусенции Здесь какой Маневр Соблюдаем То есть наносим Материал На Дубе На ширину Шпателя На ширину Шпателя Как нам Нравится Тоже наносим По диагонали По той причине Что Если Будет у нас Происходить Лиссировка То есть Наложение Одного слоя На другой слой Вот как здесь В этом случае Здесь подсохло Я буду еще раз Наносить Вот То происходит Получается Наложение И он будет Более насыщенный То тогда Он просто Станет Еще одним Элементом Декора Не будет Выпадать С общего С общего Рисунка Вот Сам рисунок Я делал С помощью Модельной Массы Мы называем Декораторская Шпаклевка Так как Листал Стартовая Шпаклевка Акриловая Готовая Я ее Отколеровал И Наносил Уже на шпатре Было Несколько Цветов Создавал Несколько Техники Хламандская Постель Хламандская Присоединяешь Несколько Цветов Тут же У нас Присутствует И мракешек Тут же У нас Присутствует Вот Эта лазурь Которую Мы делаем Она Дает нам Возможность Подполировки За счет Того Что Наша Модельная Масса Наша Декораторская Шпаклевочка На Основе Мрамонного Наполнителя Пудра Или мука То Можно Смело Назвать Что Она Как Жидкий Мрамор В ведрах И Тоже Если Аккуратненько Почему Наносим Именно Взяли Металлические Шпателя А не Пластиковые В этот Случай Получается Я хочу Отыграться Еще Металлическим В плане Такого Вроде Фокуса Полировки Получается Верхушки Верхушки У нас Немножко Подмокнут Когда Я наношу Лазурь Достаточно Жидкую Сделал Даже Не грунтовал Стену Акриловой Грунтовкой А сразу Начал Наносить Лазурь Аккуратненько И когда Она Чуть Стенка Возьмет Влагу Верхний Слой Немножко Подмокнет И я могу Его Методическим Шпателем Отполировать Не спешите Методично Проходите Каждый Участок Возвращаясь К нему Тут Такой же Принцип Как мы делали И пражскую Штукатурочку То есть Вернулись Еще раз Проходим Собирая Лишнюю Лазурь И Нанося На верхушки На площадки И они Тогда Еще Еще Сочнее Играют На Скользящих Сейчас Попробую Показать Как он Работает Вблизи Как он Работает А На скользящем Свету Еще Поближе Ставлю Продолжим По Версальской штукатурке Разговор Здесь Мы Кинули Первый слой Модельной Массы Акриловые Шпаклевки Готовы Эрикристалл Теперь Взяли Три цвета Оба и два Пускай Будут три туда Лиловый Такая Чайная роза И Светлая Чайная роза Вот Такими движениями Взяли на помощь 2XL Вернее XL Такими движениями Похожими на Технику Маракешек За счет того Что мы берем На шпат Несколько Цветов Одновременно Сделаем Теперь Протяжки У нас получается Сразу Многоцветная Аппликация Интересная Мрамор Прожилки То есть Вот мы прошли Один раз И потом Проходим Тоже Техники Маракешек И Те же Движения По Та же Палитра Вот И Какая стоит Задача Чтобы Не было видно Движений Я знаю Как назвать Фокус Вот например Здесь Видно Что здесь Мазок Как он Куда В эту сторону Пошел Потом Вот так Мазок То Наша Задача Чтобы Когда Ты Смотришь Ну Или Заказчик Смотришь На стену То есть Там Не читались Эти Движения То есть Нельзя Было Прочитать Где Начинался Мазок Где Он Заканчивался Как Фирменные Вещи Когда Вы По строчке Определяете Качество Мазок